На этой неделе столица Латвии стала центром космической науки. Здесь проходит Европейский конгресс планетарных наук. В Ригу приехали более 800 ученых с докладами о последних открытиях. Но и Латвии есть что показать. Тем более, что изучением космоса в нашей стране начали заниматься еще до того, как это стало трендом. Галина Солодовник расскажет, почему космос наш. О полетах люди мечтали с незапамятных времен. И именно латвийский ученый Фридрих Цандер стал одним из пионеров ракетостроения. Керосиновая горелка в его руках превратилась в прототип реактивного двигателя. И двигатель Цандера поднял в воздух первую в Советском Союзе ракету с жидкостным реактивным двигателем. А это модель самолета, на котором можно было бы долететь до Марса. Фридрих Цандер много общался с Константином Циолковским, а Сергей Королев был его учеником. В Латвийском университете открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения ученого. Чем больше я сам про него читаю, тем больше я действительно поражаюсь, сколько много идей он высказал действительно первым. Вот, скажем, идею самого экономичного полета с одной планеты на другую. Или, скажем, идею о том, как можно спуститься уже потом с орбиты на планету, у которой есть атмосфера, нужен планирующий спуск. Или, скажем, идею о том, как можно использовать солнечный свет для того, чтобы вообще передвигать космический аппарат. Это солнечные паруса. Есть ли сейчас в Латвии ученые уровня Фридриха Цандера? Где об этом узнать, как не на Европейском конгрессе планетарных наук? Он проходит в эти дни в Риге. Цандера, честно говоря, не заметили ни в России, ни в Латвии во время ее жизни. Надо было пройти 50 лет, когда Королев начал Цандера в его достижения показывать публике. Это были 60-е годы прошлого века. Я думаю, что у нас есть люди, которых проверка временем поставит рядом с Цандером. Конгресс собрал в Риге около 800 ученых, которые занимаются изучением планет. Это возможность не только узнать все последнее мировое открытие достижения в этой области, но и показать всему миру, что может Латвия. Найти возможности сотрудничества. У нас и спутник есть, и радиоастрономический центр, и кое-что еще. Латвийский университет создает каталог малых планет, астероидов. Использует даже старый материал, который в свое время в Балдоне был отснят. Сейчас его дигитализируют, его исследуют. На этих снимках там столько разных звезд и всякого сфотографировано, что там и есть много неоткрытых астероидов. С 2013 года Латвия является стороной сотрудничества Европейского космического агентства. И в данный момент ученые работают над 30 проектами. Мы должны понимать, что мы не являемся Китаем, где можем поддерживать отрасли, где требуются очень большие средства людей. Но мы должны найти нишевые продукты и услуги в таких отраслях, как космические технологии, так как можно много заработать и сделать это с ограниченными средствами. На научные программы, в том числе и в области космоса, правительству планируют дополнительно выделять из бюджета каждый год около полутора миллионов евро. Галина Солодовник, Ришини Слейти, Латвийское телевидение.